итак как же зимой показывают камеры днем сейчас мы просмотрим самую дальнюю вайфай камеру которая там 11 мегабит скорость передачи и картинка затормаживает вот опять же опять же говорю вот эта камера белая где и к сведено очень четко по четкая картинка очень классное качество это 720p это 1080p то есть блин вот я не знаю на камеру конечно передается не так качество но даже вот это вот два мегапикселя ну даже несмотря на то что 1080p здесь разрешение достаточно большое вот это 720p тоже но она показывает куда куда лучше но здесь идет более передача естественных цветов лучше и все здесь цвета так скажем тоже яркие сочные но чего-то немножко не хватает то есть достаточно качественные оптики вот здесь вот использована но здесь мне кажется гораздо выше качество давайте сейчас по картинке разберем отдельно вот как видим на камеру не знаю плоховато видно но даже забору ну вот видите размыты но так в принципе даже вот несмотря на 11 мегабит да можно различить силуэт человека силуэт разобрать человека да кто это понять принципе этого и достаточно и видно видите подход так скажем к дому тому который нас интересует следующая камера вот здесь вот никаких вообще претензий нет видите все вблизи отлично просматривается и вплоть до той камеры ту камеру отсюда даже можно увидеть качество картинки супер передай передача и ночью и днем на достаточно дальнее расстояние на 5 баллов не знаю многие говорят что то фуфел надо покупать камеру там не знаю за 5 10 тысяч рублей но опять же это в зависимости от вашего кошелька и ваших потребностей расстояние до дороги вот где-то до сюда 20 метров соответственно он до туда где-то 30 метров почти 40 метров от до дома соответственно можно примерно прикинуть докуда ловит камера бьет то есть в ночное время дед примерно метров 30 она бьет 25-30 метров я уж не буду так точно делать сделаю диапазон так это 720p я не знаю почему но тут видно вот собак уходит да то есть ничего не затормаживает но качество картинки ужасно все размывает хотя такого не было есть предположение что сбилась оптика то есть оптику надо будет подстраивать так же как и может быть и потой потому что вот та камера которую на 11 мегабитах дат притормаживает картинка это две одинаковых камеры то есть вот это это две одинаковых камеры по ходу ну картинка была здесь почетче куда почетче то есть и воробьи вот были заметны да ну сейчас я бы не сказал что тут все размыто все то есть либо где-то с качеством камеры в настройках намудрено да то что здесь 720p но качество сжатия ужасно то есть качество потока ужасно то есть надо будет поковыряться было лучше это факт и последняя камера 2 мегапикселя ну здесь реально смотришь как на картину то есть 1080p и широкоформатная картинка делает свое дело даже вблизи то есть объекты достаточно четкие как будто прям вот на камере вон туда вот идешь тоже все видно видно и дорогу но ночью в ночное время очень как бы единственное место которое наблюдать можно это вот до ворот в дневное время соответственно из-за качества картинки можно заглянуть и дальше плюс широкоформатных камер это то что очень большой угол обзора то есть картинки то есть не вот так вот мы срезаем да то есть у нас получается дополнительно пространство в котором мы можем обозревать то что нам надо то что нам интересно в общем вот такие вот четыре камеры к сожалению пятая камера не подключена и показатель не могу туда надо кидать кабель в районе 50 метров сетевой и поэтому пользуются только четырьмя до лета вот он трактор едет детализация вообще отличное торможение никаких нету то есть 24 fps а выдает и это хорошо в общем на этом все покупайте камеры с умом но к сожалению на рынке одна и та же камера ребят у разных продавцов имеет разные как оптику качество матрицы так и разные настройки соответственно если вы берете не по ссылкам а что-то другое соответственно вы получаете кота в мешке но сразу говорю если картинка очень сильно сжата то есть очень сильно имеет детализацию в том плане что квадраты размытость это может быть виной всему неправильные настройки именно самой камеры которые делаются непосредственно перед установкой либо же проблема с оптикой то есть ее надо поднастроить у всех у всех камер которые как бы продаются на рынке оптика вот эта линза на которые линзы которая влияет на охват на детализацию на четкость на ближний или дальние объекты чтобы вам снимать она съемная то есть ее можно снять поставить более там скажем другую там 36 обычно стоит миллиметра то есть можно поставить например другого плана линзу и тем самым у вас картинка соответственно изменится то есть либо объекты будут более приближенные либо вы ближе можете смотреть можете взять поставить линзу которая позволит вам просматривать угол рыбий глаз на 170 градусов то есть вариантов соответственно очень много как вам поступить и вот на этом я прощаюсь с вами покупайте камеры с умом обдуманно то есть даже бюджетные камеры бывают достаточно неплохого качества в принципе вот это и белая они в ценовом диапазоне не сильно отличимы на этом все я прощаюсь с вами всем удачи всем пока пока пока